Руслан Ярахмедов Руслан Ярахмедов отметил, что в данный момент Мегафон предпочитает 50% всех жителей Дагестана, а это около 1,5 миллионов абонентов. Я думаю, что все прекрасно знают, что это общемировая практика, когда футбольный клуб пытается окружить себя брендами, партнерами, которые позволяют ему уменьшить нагрузку на акционеров в любых вопросах, которые только возможны. Это очень важно, что тратятся колоссальные средства и усилия для того, чтобы Анжи сделать серьезным в общем мировом смысле проектом. Но это не отменяет задач стоящих перед руководством клуба, стоящих перед коммерческим отделом клуба по поиску партнеров, которые помогут закрывать определенные позиции, помогут экономить нам на определенных вопросах. Поэтому, конечно, очень здорово, что мы нашли такого партнера в лице Мегафона. Контракты, предоставленные нам, позволяют серьезно экономить на телефонных разговорах, коих, как вы понимаете, у нас очень много. Ну и плюс, также очень важно окружать себя сильными брендами, брендами с хорошей репутацией, что тоже создает определенную атмосферу для имиджа бренда самого футбольного клуба. Знаете, из всего вот этого многообразия разного рода связей между клубом и Мегафоном, я знаю, что самое главное – это качество игры. И чем выше будет качество игры, чем выше будет интерес болельщиков к нашей игре, тем крепче будут наши связи, тем лучше они будут развиваться, тем они будут более экономически выгодны. Вот забьет Роберто Карлос еще штук 10 таких своих голов, и у нас вообще замечательные сложатся отношения. Собственно, итог практически нашей встречи. Аплодисменты. Спасибо. Георгий Анатольевич, ну коротенько, что здесь сегодня у нас происходило? Ну, сегодня происходило мероприятие, посвященное подписанию партнерского соглашения между компанией Мегафон и футбольным клубом Анжи по сотрудничеству. Какой-то тариф будет Анжи? Ну, мы на это рассчитываем, мы будем обязательно просить Мегафона об этом серьезно подумать, поскольку это логическая достаточно вещь для создания такого продукта. Но на сегодняшний день партнерство заключается в том, что нам… Тарифа пока нет? Нет, такого тарифа нет. Нет, пока речь идет о том, что нам предоставлено определенное количество контрактов с безлимитным, так скажем, лимитом для нужд футбольного клуба. Поскольку, сами понимаете, профессиональная деятельность футбольного клуба вынуждает нас очень много разговаривать по мобильному телефону. И если есть возможность с помощью партнеров сэкономить средства, то это очень отрадно. Почему именно Мегафон? Ну, Мегафон, во-первых, является глобальным спонсором российской футбольной премьер-лиги. И нам было бы просто, ну, очевидно сложно разговаривать с какими-то другими партнерами. Мы бы не могли предоставить им полноценную рекламную отдачу. И, во-вторых, ну, оказались приятные люди, быстро понимающие, что мы предлагаем, и рискнувшие связать нас, ну, связать с нами свое сотрудничество. Вот уже на первых этапах становления футбольного клуба. Только Мегафон? Мегафон. Сегодня мы подписали партнерское соглашение с футбольным клубом «Анжи» о том, что мы являемся официальным мобильным оператором клуба в течение всего сезона. И я уверена, что это очень продуктивное сотрудничество с клубом. Мы сначала выступаем официальным мобильным оператором, но я думаю, что наше сотрудничество пойдет немножко дальше. Мобильного партнерства нам интересно развивать социальные проекты, в частности, по развитию спорта. И физическая культура на территории Республики Дагестан. А какое название с нашим клубом? Тариф с названием нашего клуба будет в дальнейшем? Вполне вероятно, мы рассмотрим такую возможность, потому что у нас есть подобный опыт. Я думаю, что мы будем его использовать, в частности, в партнерстве с клубом «Анжи». Значимость огромная этого события, как я понял. Значимость для нашей компании – да, потому что мы прекрасно понимаем, что клуб обладает действительно очень высокой популярностью в Республике. И мы заинтересованы сотрудничать с лидерами, в том числе в области спорта. Сами смотрите, наблюдаете за нашей командой? Да, мы наблюдали. Буквально вчера имели удовольствие посетить, я считаю, что эпохальный, ну, по крайней мере, для меня, как для женщины, которая только сейчас начинает привыкать и впечатляться футболом. Действительно, огромное, колоссальное удовольствие получили от матча «Анжи Спартак», где «Анжи» выиграли с огромным преимуществом 2-0. Вот, и, честно говоря, под большим впечатлением. Ну, если понравилось, вы можете полететь в чарту старшими болельщиками на следующую игру. С огромным удовольствием, потому что мы сейчас были в специальной ложе, но хотелось бы, наверное, попасть в ложу с действительно болельщиком, истинным болельщиком, потому что там, конечно, атмосфера сумасшедшая, атмосфера бешеной энергетики, которая отражает, конечно, энергетику игры клуба «Анжи». В учрешнем матче уже какой-нибудь любимый игрок появился, ну, я не имею в виду Роберто Карлоса, это всех любимый игрок. Все-таки Роберто Карлос. Он самый любимый, потому что он вчера открыл счет, и, действительно, поскольку это для меня был первый матч, и первое знакомство с футбольным клубом «Анжи», таким интерактивным, скажем так, я думаю, что надолго Роберто Карлос останется главным героем. Роберто Карлос Роберто Карлос